Мир духов, царство демонов, мистический потусторонний мир. Вот уже тысячи лет пытаются люди приоткрыть завесу между физическим и мистическим. Сегодня нас ждет встреча с пятью людьми, побывавшими по ту сторону, с людьми, которые утверждают, что на самом деле входили в контакт со сверхъестественными существами, как это на них отразилось. Скоро вы услышите их откровенный рассказ. Неожиданные встречи У всех бывают мгновения, когда мы догадываемся о существовании мира за пределами наших чувств. Шорох во тьме, предчувствие того, что что-то случится, ощущение, что это уже было раньше. Большинство из нас не обращают внимания, считая это совпадением, но люди, о которых пойдет речь до конца, прошли по этому пути. Вот подлинная история донтиста Дуга Страуда и его жены Фелиции, агента по продаже лекарств, двух здравомыслящих людей, искавших в жизни силу, которая направила бы их. И эту силу они спустили с привязи, вступив в контакт со сверхъестественными. Биоэнергетика. Она стала единственным спасением для Дуга Страуда от стресса, пережитываем в результате скандального развода и попыток отсудить детей. Дуг был донтистом в крошечном городке в Северной Каролине, где все его знали и были в курсе его личных проблем. Не кажется ли вам, что вы затеяли очень необычное для Северной Каролины дело? Неужели вы думаете, что вам и впремя удастся отсудить себе детей? Разве бывает, чтобы суд отобрал детей у матери? Суд удаляется для вынесения приговора. К тому же у Дуга и до развода случались приступы беспокойства. И хотя он выиграл процесс и добился права на воспитание детей, приступы беспричинной паники случались все чаще. Каждый раз одно и то же. Тесно в груди, не хватает воздуха, сердце колотится, неуправляемый страх. Дуг стал бояться ходить на работу, не дай бог потеряет над собой контроль при пациентах. Эти приступы, сопровождающиеся ужасом и удушием, превратили жизнь Дуга в сущий ад. Кто там крадется, прошу, не надо. За годы он многое перепробовал, чтобы побороть стресс. Обращался к психологам, прибегал к транквилизаторам, к алкоголю. Потом он занялся йогой, чтобы, сосредоточившись на своей глубинной сущности, овладеть этим неуправляемым стрессом. Наконец, поиски Дуга стали приносить плоды. Погружение в себя приносило ему покой. Приступы беспокойства стали отпускать. Одного только Дуг не сознавал. Его опыты широко открывают дверь сверхъестественная. И вот дверь открылась, и Дуг увидел Фелицию. Итак, вы расслабились. Теперь выберите цвет, отвечающий состоянию ваших чувств. Мысленно удерживайте этот цвет. Если это теплый оттенок, почувствуйте всем вашим существом его тепло. Вы сидите раздетым на тропическом пляже. Горячее солнце, песок. Горячий ветер обдувает ваше тело. Если вы выбрали холодный цвет, почувствуйте прохладу. Вбирайте в себя температуру цвета. Пусть она овладеет вами. А теперь вслух. Расскажите, что вы чувствуете. Ты сдерживаешь себя. На занятиях? Да. Есть во всем этом что-то не то, по-моему. Ну, в медитации, управлении сознанием. А ты как думаешь? Ну, по-моему, раз действует, то что тут такого? Нет, ты поясни, что значит действует. Как это на тебя действует? Ну, помогает справиться с раздражением. И если ситуация выходит из-под контроля, я медитирую. Но ведь есть такие вещи, с которыми при помощи медитации не справишься. Например? Извержение вулканов, например. Вулканов? А еще авиакатастрофы, зов матери природы. Связанные общими духовными интересами, Дуг и Фелиция все больше времени проводили вместе. Пока! Ну, ты попалась. И среди этого смеха и веселья случилось чудесное. Они полюбили друг друга. По прошествии нескольких месяцев, любовь их расцвела, равно как и непрекращающийся совместный поиск путей к метафизическому. И ни облачка не обращала их отношений до самого конца лета, когда они отправились в пригород Нью-Йорка, чтобы принять участие в ритуальном обряде местных индейцев и еще раз очистить Дугу от его стресса. КОНЕЦ Приложите ладони к земле. Пусть все отрицательные энергии уйдут из вашего тела в землю. Вся тревога, боль, разочарование. Но что-то изменилось в Фелиции. Она засомневалась, не зря ли они ввязались в столь необычное. Так что для нее обряд и последовавшее за ним превратилось в сущий кошмар. Чудесно, правда? Не знаю, как вы, а я столько отрицательного сбросила. Да-да, очень здорово было. КОНЕЦ ПОМОГИТЕ Помогите. Как долго. Ты знаешь, сколько времени? Да что с тобой? Ты будто привидение увидела. Дуг, я видела что-то ужасное. Я видела лицо. Что видела? Сразу после обряда пошла переодеваться, и... Оно такое отвратительное. Это лицо. Дуг, мне так страшно. Ты видела лицо? Да. В самом деле, это же фантастика. Мы же к этому и стремились, Фелиция, ведь это же здорово. Нет, Дуг, ты не понял. Это было злое лицо, такое... Такое безобразное, а в глазах лишь ненависть. Вроде меня. Прекрати, оставь меня в покое. Ну ладно, Фелиция, прости. Дуг, ты не понимаешь. Оно было злое. У вас с Дугом все в порядке? Пойми, я вовсе не хочу с ним рвать. Просто он не позволяет мне сомневаться ни в чем из того, во что он верит. Ты только не подумай, да ну бы, что я спятила. Но две недели назад поехали мы на этот индейский обряд, а потом... А потом я увидела лицо, и с тех пор мне кажется, будто зло преследует... преследует меня повсюду. Особенно по ночам. В одиночестве. Слушай, если потребуется помощь, звони, хорошо? Фелиция, я молюсь за тебя. Спасибо, Дануба. Просто не верится. Ведь когда мы познакомились, ты больше меня была поглощена новым веком. Знаю, но кажется, я просто больше не могу. И все из-за какого-то страшилища. Горящий глаз испугалась. Фелиция, это просто плод твоей фантазии. Нет, 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 неправда, неправда, неправда. Но ведь помогает, ты же сама говорила. А чего ж ты тогда все пьешь? И таблетки все глушишь. Глушишь, глушишь. И внезапно Дуг понял, что Фелиция права. Что, если ее соприкосновение со злом реальности теперь его черед? Что же это за система, в которую он поверил, если не приносит она ни мира, ни длительного облегчения? И самое страшное, что если из-за этого он потеряет самого любимого человека? Фелиция, больше так продолжаться не может. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Любовь ли воссоединила чету Страудов, или это была сила куда более могущественная и ранее им неведомая? На очереди невыдуманная история ребенка, чьи кошмарные сны стали явью. Сейчас вы встретитесь с женщиной, которая в детстве имела мистический опыт, распахнувшей перед ней таинственную и пугающую дверь. И Пэм Гринвинетт вместе с другими членами семьи вошла через нее в мир сверхъестественного. К 24-м годам Пэм уже целую жизнь прожила во встречах с потусторонним. Десять минут до выхода, мисс Грин. Хорошо, спасибо. Извини, мама. Я очень хочу с тобой поговорить, но мне на сцену через десять минут. Мама, я просто не знаю, что делать. А в чем дело, Пэм? Да все в том же, мама. Никогда не знаешь, когда это снова произойдет. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Но, Пэм, мы же с папой пытались тебе рассказать. Мы изменили нашу жизнь. А ты даже слушать не хочешь? Слушай, мама, мы с Майклом с раннего детства живем в кошмаре. А ты мне тут рассказываешь, что вы нашли что-то новое. Откуда я знаю, что это не такой же ужас, как и все остальное, что мы пережили? Мисс Грин, на выход. В детстве Пэм и ее брату доводилось встречаться с друзьями родителей, которые рассказывали им о привидениях, о мистических путешествиях, о проекции в астрал. Слушать было весело, пока подобное не стало происходить и с ними самими. Майкла внетелесный опыт не пугал. А вот Пэм, наоборот, приходила в ужас. Больше всего она боялась, что однажды не сможет возвратиться обратно в тело. Майкл, 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 помоги, ну помоги же! Выходы в астрал случались с Пэм в минуты крайней усталости. Она бы решила, что сошла с ума, если бы и Майкл не путешествовал с ней в астрале. Майкл, давай прямо сейчас вернемся! По мере того, как дети взрослели, сверхъестественное случалось с ними все реже, но становилось все разнообразнее. И, несмотря на их причудливую жизнь, внешне все выглядело нормально. К 24 годам Пэм уже добилась успехов на оперной сцене. Майкл же избрал другой жанр, он увлекся блюзом. Привет! И тут в их жизни появилась Карен, подружка Майкла, и дверь сверхъестественной распахнулась еще шире. Ну как вы, как делишки? Хорошо. Привет! Как дела? Можно? Пэм, как тебе мой подарочек? Нравится или нет? Не знаю, на вид очень стремно. Где ты эту штуку раздобыла? Погоди. Знаешь, как тебе пойдет? Посмотрись. Карен, где ты это взяла? У мамы? А она у женщины, которая занимается черной магией. Вот уж действительно здорово! Да брось ты, Пэм, это же просто украшение, что от них может быть плохого? Я с этим вообще не хочу иметь ничего общего. И тебе советую выбросить ты всю эту дрянь поскорее. Кэрин, 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 проснисьше. Бежим! Что вы здесь торчите? Майкл, там внутри что-то жуткое делается. А, фильмов ужасов насмотрелись? Насмотрелись. Мне смотреть ни к чему. Я же так 20 лет живу в фильме ужасов. Да нет там ничего. Сама себя дурой выставляешь. Есть кто-нибудь в доме? Лучше выходи, а то мы идем. Мы вооружены. И очень опасны. Чем вы тут занимались? Что значит, чем занимались, Майкл? Мы тут даже не были. Или ты на самом деле решил, что мы на такое способны? Что, потасовки устраивали? Майкл, клянусь, это не наша работа. То есть мы бы этот шкаф даже с места не сдвинули. Майкл, клянусь, 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 клянусь. Майкл, я решила. Я из этого дома съезжаю. Да, да. А сюда не иначе, как звезда Буги-Вуги заезжала. Угадал, девочки? Умник выискался. Карен, говорю же тебе, все зло от этого украшения. На нем, похоже, проклятие или еще что-то. Надо от него избавиться. Ох, опять ты к ней с этим пристала. Ну, был я тут прошлой ночью. Говорю тебе, все это сплошь вранье. Это же просто стекляшка. Какой вред может быть от стекляшки? Эй, взгляни. Ну, взгляни же. Отойди, отойди от меня. Карен, ну ради меня выбрать, пожалуйста. Боюсь. Боюсь. Меня сцапает монстр. Я тебя убью! И не приближайся ко мне, Майкл! 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 Это что, шутка? Майкл! Откуда тут пчелы? Откуда тут пчелы? Постой. А теперь ты пчел, слышишь? Нет, ничего не слышу. Не ходите туда. Не открывай дверь. Пэм хотела на время уехать от Майкла и Карен. Она поступила в гастролирующую оперную труппу. Уехав, Пэм принялась студировать книги по оккультизму и парапсихологии, пытаясь найти для себя выход. Майкл же тем временем тоже искал и нашел выход, принесший ему подлинное освобождение. Но рассуждала Пэм, как я могу поверить ему после всего, что случилось с нами. Еще была мама. Пэм всегда находила контакт с матерью. Но та ничем не могла помочь Пэм в ее проблемах. Однако в этот раз, прислушавшись к словам мамы, Пэм почувствовала, что они ее глубоко тронули. Мама, ведь если ты говоришь правду, я и впрямь смогу освободиться от кошмара, в котором живу. Мисс Грин! Да, да! Мне на самом деле хочется верить в то, что ты говоришь. Просто... Мама, мне пора. Пэм, ты в полном праве не доверять нам. Мы же ввергли вас в такие ужасы. Да, теперь уже ничего не поправишь. Ну, Пэм, прости же нас. С папой мы не смогли тебя правильно направить. Я очень об этом жалею. Ты хоть понимаешь, что ты в первый раз такое говоришь мне? Что говорю, родная? Что жалеешь об этом? Знаю, детка. Просто иногда слишком поздно приходит понимание. На выход срочно. Мне пора, мама. Да, Пэм. Я люблю тебя. И я люблю тебя, мама. Я позвоню. Этим вечером прямо на сцене Пэм впервые поняла, как любят ее мать и родные. И в последующие месяцы Пэм начала открываться, насколько они изменились до самой глубины. И сама она стала страстно стремиться к таким переменам. Кошмар Пэм подходил к концу. Вскоре ей предстояло встретиться с самым сверхъестественным в ее жизни. Об этом мы расскажем позже. А сейчас о человеке, которого физическая боль и депрессия толкнули к высшему учителю. Герой нашей следующей истории родился в Великобритании. Уилл Бэрн – инженер по образованию физик-ядерщик. Ему и в голову не приходило, что искания в области метафизики столкнут его с личным духовным учителем. Много лет пытался Уилл избавиться от хронических болей в спине и сопутствующей депрессии. А спина болела у него с детства. Врачи, лекарства, процедуры – ничто не помогало. И тогда Уилл резко сменил курс от медицины к медитации. Едва ли он сознавал, куда все это заведет его одним прекрасным октябрьским утром. Во время обычной ежедневной медитации позвоночник Уилла вдруг пронзила невероятно острая боль. Она была настолько сильна, что он фактически не мог сидеть. Ноги ломило так, будто он уже много часов закован в колодки. Внезапно Уилл ощутил вокруг себя присутствие неведомого. Ослепительный свет заполнил все его существо. И все тело его засияло изнутри. И тем не менее, он не был готов к тому, что случилось потом, к встрече с высшим учителем. Сначала он принял эту сияющую фигуру за Иисуса Христа, но заблуждение рассеялось сразу, стоило этой духовной сущности телепатически заговорить с Уиллом. Я Джавал Хул, духовный брат Иисуса. Мой господин, Уилл, я избираю тебя своим учеником. Исполнилось то, к чему вот уже 10 лет стремился Уилл. Интересно, что духовный путь Уилла начался в кабинете психотерапевта. Годы мучений натолкнули его на мысль, не кроется ли причина его боли, тревоги, депрессии, психики. И он пошел к психотерапевту. Уилл, а не хотели бы вы рискнуть и попробовать кое-что новое? Только вы не удивляетесь, но не хотите ли вы, скажем, составить свои астрологические карты? Не смейтесь, ведь и вправду говорят, что жизнь наша записана на звездах. И мой духовный опыт подсказывает мне, что сначала Уилл возражал, а потом задумался, что если жизнь его действительно связана со звездами. Изучение собственного гороскопа ввело его в совершенно иной мир. Он засел за учебники совсем другого рода, чем прежде. Там говорилось о метафизике, о духовных сущностях или высших учителях, направляющих человеческие жизни. Депрессию как рукой сняло. Боли стали беспокоить меньше. С целью дальнейшего роста Уилл покинул Англию и перебрался в Голливуд, мягкую восточной мистической мысли в западном мире. Прошло несколько месяцев. Уилл стал задумываться о том, каким же образом посещение учителя скажется в его жизни, какая роль ему уготована. Вас волнует вопрос, выходить замуж или нет. Так, я вижу. Вы живете в Белере, в собственном доме. Слышу плач младенца. Да, я вижу ваше блестящее будущее, если вы выйдете замуж. Спасибо, Мюриэл. Спасибо. Именно на этом сеансе Мюриэл совершенно ошеломил Уилла этой своей способностью, так что у него мурашки по спине забегают. Уилл никому ничего не рассказывал, но Мюриэл узнала его тайну. Вы — личный ученик Джвалхула. Он наставляет вас во время ваших медитаций и формирует ваши мысли, пока вы спите. В прошлой жизни вы были монахом в тибетском монастыре, где Джвалхул был ламой. И вы скрепили нерушимый договор, согласившись стать его учеником. Обождите, Уилл. Есть еще кое-что. На днях у вас на работе кто-то уволится, и вы получите повышение. Как только она это произнесла, Уилл отчетливо услышал имя — Джек Томпсон. Но тут же осознал, что Джек-то точно никуда не уйдет, столько он проработал в компании. Я собрал вас, чтобы сообщить. Джек Томпсон покидает нашу компанию. Джек решил вернуться на родину, в штат Миссури. Джек, идите сюда. А теперь давайте пожелаем Джеку успехов на новом месте. Так что одному из вас предстоит занять место Джека. Уилл был шокирован. Пока что предсказание Мюрил сбывалось. С другой стороны, его рационально устроенный ум не исключал возможности совпадения. Однако последние сомнения развеялись, когда всего через неделю он получил повышение. Теперь Уилл настолько верил в Мюрил, что полностью посвятил себя работе с ней как составной части своего ученичества. и в жизни его стали происходить восхитительные и необычные события. Он чувствовал себя, скажем так, на седьмом небе и едва ли подозревал о грозящих ему опасностях. Уилл вообще меньше всего думал об опасности. Жизнь его была теперь целиком связана с сущностью гораздо более могущественной, чем он мог себе представить, и Уилл строил грандиозные планы на будущее. Но не все пошло по его плану. После небольшой паузы мы встретимся с Уиллом и с первых уст узнаем, куда завели его духовные искания. Итак, продолжим. Оживим в памяти услышанной нами захватывающей истории. Но сперва посмотрим, что случается, когда человек теряет себя, вверяясь в духовные сущности. На этот вопрос нам ответит Уилл Берн, которого его духовный наставник буквально изничтожил своими требованиями. Уилл, расскажите, что с вами произошло. Ну, первые несколько лет было очень интересно. Но потом духовный учитель стал говорить непосредственно в моем сознании. Это был как бы внутренний голос. И он приказывал мне делать то, чего я не хочу. Он, к примеру, приказал мне уйти от моей девушки и больше времени уделять медитации и учению. Потом сказал, чтобы я бросил работу инженером и отправлялся в Шотландию. Фэн Тойн Фаундэйшн — это большая община организации «Новый век». И стоило мне ослушаться моего духовного наставника, как тут же я начал испытывать ужасную депрессию. Приказал он мне, к примеру, залезть в долги и перечислить две или три тысячи долларов нашему центру «Нового века». Я сначала ослушался и ощутил просто мучительнейшую депрессию. А как только опустил конверт с чеком в почтовый ящик, тут же депрессия снизилась. Так всегда, если я подчиняюсь, порядок. А потом поступает новый приказ. И у меня опять жуткая депрессия, если я пытаюсь взбунтоваться. Я дошел до полного отчаяния. Чуть не покончил с собой. Я пришел к осознанию того, что мой духовный наставник, так называемый «высший учитель», не более чем демоническая сущность, ангел сатаны, злой дух, замаскировавшийся под ангела света. Я пришел к осознанию, что Новый век скрывает за собой дьявола. Я обрел освобождение через чтение Евангелия Иисуса Христа и веру в Него. Спасибо, Уилл. А теперь к нам присоединяется всемирно известный автор книг и лекций о сверхъестественном, доктор Пэт Робертсон. Прошу вас. Спасибо. Доктор Робертсон, мы тут услышали совершенно поразительные вещи. Так что же все-таки пережили эти люди? Откуда это взялось? Ну, географически все это идет с Востока. Из Индии преимущественно. Я полагаю, это знают многие. Буддистская философия полагает, что Бог, Вселенная, Человек — это все единое целое. Что существует трансцендентальная космическая сила или энергия, пронизывающая все сущее во Вселенной. Однако истинный источник всего этого — не географический и не философский, а духовный. Это надо прежде всего учитывать, когда мы сталкиваемся со сверхъестественными явлениями. И особенно это должны понимать те, кто стремится к вечной жизни. А не могли бы вы немного поподробнее рассказать нам, в чем тут отличие от наших традиционных представлений о Боге и сверхъестественном? Мы все верим, что Бог есть Дух. И последователи иудаизма, и христиане, и в большей степени мусульмане. Мы верим в Бога Творца, единого Бога, который создал людей, мужчин и женщин по своему образу. И каждый человек обладает неповторимой личностью, которая и после смерти сохранится в духовной форме. Христианская, скажем, вера, исключает реинкарнацию, учение об индивидуальной карме, от которой каждый должен очиститься в череде воплощений. Далее, иудейская и христианская философии строятся на заботе о ближнем. Мы должны помогать вдовам и сиротам, бедным и неудачникам. С восточной же точки зрения, о которой мы говорим, бедность человека — часть его кармы. Когда-нибудь он от этой кармы очистится, верят они. И в этой жизни помогать нуждающимся ни к чему. И как следствие, нищета в таком обществе принимает невероятный размах. Опять же, не будем забывать об истоках. Крестианство строжайше запрещает всякие оккультные дела, общение с духами, призывая обращаться лишь к Богу, как к источнику всякой мудрости. Вот любопытно, почему у одних людей есть такой опыт, а у других его не бывает? Просто некоторые люди по природе своей имеют тонкую психику. Они, если хотите, чувствительны к духовным воздействиям. Другие же оказываются во все это втянутыми по неведению, увлекаются релаксационным тренингом или трансцендентальной медитацией или какой-нибудь разновидностью управления сознанием. Иногда, еще в детстве, оказываются вовлеченными во всякие невинные игры, типа столоверчения, спиритизма, карторо или какой-нибудь левитации. И они глазом не успевают моргнуть, как ими овладевают демонические силы. И эти силы захватывают власть над всем их существом, а затем пытаются уничтожить их. Джона Моррисона, героя нашей последней невыдуманной истории, таинственная и такая распространенная игра в столик, спиритизм, поставила в итоге на грань жизни и смерти. Джона с детства волновали рассказы о контактах со сверхъестественным. Так что, когда в шестом классе с ним случилось нечто необычайное, Джон сразу же поймался на это. Джон, спрашивай о чем-нибудь. О таком чего-то не знаешь? Да ты что, думаешь, я обманываю? Нет, серьезно. Ты знаешь, когда у меня день рождения? Нет. Ну давай. Когда у меня день рождения? Н. О. Я. Ноябрь. 25 ноября, верно? Здорово. Непостижимо, но захватывает. Джон задумался, а может ли столик, планшетка рассказать еще о чем-нибудь? О его прошлом и будущем, например. Ему просто необходимо было самому проверить. Через несколько месяцев Джон встретился с друзьями на старом церковном кладбище. Эй, ребята, как дела? Именно тогда его духовник случайно услышал, как он хвастается своими опытами с планшеткой. Джон, слышал я, о чем вы тут говорили. И приходят мне на память две девочки, с которыми я учился в колледже. Я, конечно, тогда мало что понимал, но они часто прогуливали и отправлялись играть со своими планшетками. Только однажды из их комнаты в конце коридора донесся душераздирающий крик, а из-под двери выбивался ослепительный мерцающий свет. И с этого дня девочки совершенно переменились. В этой самой комнате, утверждали они, им явился сам Сатана. Все думают, что это просто игра, но так ли это? А вдруг это и в самом деле ведет к гибели? Задумайтесь над этим. Что тут говорить, Джон испугался и решил, что придется ему расстаться с планшеткой. Слишком велико было внутреннее напряжение. Он вступил в контакт с потусторонними силами, хотя и знал, что это противоречит его церковному воспитанию. Поиски сверхъестественного, однако, для него на этом не закончились. После двадцати лет любопытство к мистическим силам вернулось. Он набрался астрологических и прочих сведений и решил, что это приближает его к Богу. Привет. Да я просто смотрю. Можно и потрогать. Не обязательно просто смотреть. О нет, спасибо. Я просто посмотрю. Здесь у нас книги по астрологии. У нас самый большой выбор во всем штате. Так, раздел по реинкарнации. Вы не хотите полетать без тела? Шучу, шучу. А вот там у нас... А это что? О чем вы? Нет, нет. Что у вас на шее? О. Вам нравится? Да. Знаете, это не просто украшение. Это древний египетский маятник. У него можно о чем угодно спрашивать. Смотрите, вы задаете вопрос. Если он вращается по часовой стрелке, ответ – да. Если против – нет. Вы не на меня смотрите, а на маятник. Сейчас покажу. Так. Есть на нем что-нибудь красное? Смотрите. Смотрите. Так, теперь... Нравятся ли ему рыжие? О, так вам нравятся рыжие. Похоже на то. Ну, а теперь вы попробуйте. Нет, нет, что вы. Не бойтесь. Нет, я... Я просто не смогу. По-моему, вы быстро научитесь. Воспитание не позволяло Джону поверить в переселение душ. Но от сеанса к сеансу прошлое, казалось, приоткрывалось перед ним, и Джон постепенно начинал верить. Джон, пойдем со мной. Я? Иди. Ну, иди же с ним. Просто сядь и сиди. Теперь... Я хочу, чтобы все очистили сознание и целиком сконцентрировались на Джоне. А потом называйте все, что придет вам в голову относительно него. Ты был английским лордом и жил в большом замке. Торговец с музыкальными инструментами. Французский плейбой. Я вижу... Перед тобой строй римских воинов. Ты лично был свидетелем жизни... Христа на земле. Последняя реплика тронула Джона особенно. Она позволила ему связать воедино его церковное воспитание и мистический опыт. Ему тут же стало проще простого поверить в перевоплощение. Одно лишь тревожило Джона. Хоть он и заявлял, что испытывает истинные духовные переживания, нравственные стандарты, воспринятые им с детства, куда-то исчезли. Той ночью Джон посмотрел на себя в зеркало и увидел незнакомца. Он понял, надо что-то делать. Он решил съездить к родителям. Мама! А где папа? Папа в больнице. На скорую везли. Джон, никто не знает, что у него? Папа? Джон почувствовал, что ему следует воспользоваться своими парапсихологическими способностями и исцелить отца. Он перепробовал все, что знал. Господи, помоги ему. Внезапно Джон осознал, насколько оторвался он от корней от своего детства. Необходимо было вернуться к тому, чему учил его отец, когда, сидя у него на коленях, Джон слушал Библию. Джон захотел бросить упражняться в парапсихологии, но как? Ему-то хотелось бы, чтобы все получилось так же просто, как в детстве, с планшеткой для предсказаний. Сжег и все. Но на этот раз все оказалось не так-то просто. Джона ждала пытка прекрасной стороной зла. Джон. Джон. Это я, твое тайное желание. Твое тайное желание. Твое тайное желание. Прочь. Убирайся вон. Прочь. Прочь. Продолжение помешательства, Джон почувствовал, что Бог навеки отвернулся от него из-за того, что он совершил. Он понял, что выхода нет. Он чувствовал, что у него только один выбор. Мы теряем его. Есть данные. Скорее давайте данные. Пульс прощупывается плохо. Давление 60 на 30 и продолжает падать. Он теряет кровь. Джон, слышишь меня? Не уходи от нас. Пульс не прощупывается. Нужен прямой массаж сердца. Пульс не прощупывается. Пульс не прощупывается. Пульс не прощупывается. И тут словно шепот донесся до Джона. Тебе не надо умирать. Был тот, кто умер за тебя. В тот день Джон Моррисон вручил свою жизнь Иисусу Христу и отрекся от всякой оккультной практики, едва не стоившей ему жизни. Джон воззвал к Богу, и Бог вернул ему душевный мир взамен смятения, избавил от страха перед неизвестностью и навеки изменил его жизнь. И знаете, доктор Робертсон, герои всех невыдуманных историй, которые мы сегодня видели, приняли то же самое решение. Правильно. Вот это-то и важно, поскольку каждый из них был невинен, был втянут в эти штучки, и тем не менее каждый побывал на грани гибели, поскольку дьявол, демонические силы постоянно пытаются погубить людей. Но я хочу сказать зрителям, Иисус Христос пришел не для разрушения, а чтобы даровать жизнь. Он сказал, «Я пришел не осудить мир, но спасти». Он так любил людей, что умер за них. Он умер за каждого из тех, кто смотрит эту передачу. И за многих из тех, кто втянут в невинные на их взгляд забавы, будь то трансцендентальная медитация, управление сознанием, и за тех, кто гонится еще за чем-то ради мудрости, ради знания, ради обретения силы, или чтобы ослабить тяготы жизни. Все это мы найдем у Иисуса. И Он предложит все это чисто, свято и во благо. И Ему можно верить, ведь Он умер и воскрес, дабы мы с вами жили. Так что, дамы и господа, если хотите познать Его, то я советовал бы вам отвернуться от занятий оккультными делами, сойти с темной извилистой тропки сверхъестественного и прийти к свету, к Иисусу, и если хотите почувствовать в себе жизнь Его, я предлагаю вам прямо сейчас, помолитесь вместе со мной, повторяйте слова молитвы и не бойтесь. Иисус, я знаю, что Ты умер на кресте за грешников, Ты умер за меня, и прямо сейчас, Господь мой, я отворачиваюсь от греха, отбрасываю себя любие и вручаю свою жизнь Тебе, и я принимаю от Тебя прощение, принимаю жизнь. Войди в мое сердце, живи во мне, и я буду жить для Тебя и служить Тебе во все дни моей жизни. Доктор Робертсон, спасибо еще раз за то, что пришли сюда, за Ваши глубокие мысли. Благослови Вас Бог. Благослови Вас Бог. Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии в мир сверхъестественного. Фильм озвучен студией Позитив ТВ при содействии Библейского фонда Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...